Что происходит сегодня в мире на фоне референдумов? Первым асимметричным ответом на волеизъявление людей стала диверсия на трубопроводах Северного потока и Северного потока-2. Именно диверсия в этом сомнении нет ни у кого. Об этом буквально на следующий день после подрывов заявили шведские и датские власти. Взрывы на нитках трубопроводов были зафиксированы в их территориальных водах. Что же произошло? В районе датского острова Борнхольм между Польшей и Швецией почти одновременно произошли два подводных удара. И тут же упало давление в заполненных газом обоих трубопроводах. Вот так выглядит место, откуда сейчас из трубопроводов выходит на поверхность моря газ. А вот так выглядят разрушенные трубы под водой. В общей сложности там четыре огромных пробоины. В сверхпрочных, подчеркну, трубах на глубине 70 метров. По первым данным западных специалистов, речь идет по крайней мере о сотне килограммов в тротиловом эквиваленте. И даже чуть поболее. Как это могло произойти? Германские власти сразу заявили. В совпадение они не верят. Произошла диверсия. При помощи подводного аппарата. Скорее всего подводного беспилотника. А теперь просто представьте себе. Давайте представим вместе с вами, сколько нужно потратить ресурсов на организацию такой глобальной подводной диверсии в отношении особо охраняемого объекта энергетической инфраструктуры. Конечно, сразу у меня появился и вопрос. Кто и как мог подорвать трубопроводы? Тут как раз в глаза бросается удивительное совпадение. Прямо накануне чрезвычайного происшествия, именно в этом районе какие-то маневры проводил экспедиционный отряд кораблей военно-морских сил США под предводительством универсального десантного корабля URSS Cursage. А американские вертолеты в рамках маневров именно тогда же совершали полеты, и именно по маршрутам подводных трубопроводов. Странное совпадение, не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok